Перефразируя вождя мирового пролетариата, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. В воскресенье иванские коммунисты после долгой зимы наводили порядок на мемориале захоронения старых большевиков. В последние годы это для красных уже своеобразный ежегодный ритуал. Здесь лежат люди, которые отдали свою жизнь, здоровье, свободе и счастью простых людей. Да, у нас сейчас отдается очень много для богатых, их чествуют, их превозносят, они маценаты, они вкладывали когда-то что-то в наш город, но они все-таки думали больше о себе. Люди простые, революционеры, они больше думали о других. Вот надо им отдать долг памяти. Совместный труд объединяет. Несмотря на то, что часть убежденных коммунистов непосредственно КПРФ покинули, вступив в новую партию, они остались верны интересам социализма, так же, как и этой традиции. Наводить чистоту и тем самым отдавать дань памяти людям, стоявшим у истоков коммунизма на родине Первого Совета. Раньше в данном мероприятии принимали участие члены КПРФ и Союз рабочих. На данный момент членов КПРФ здесь минимум, больше здесь представителей других общественных организаций и политических партий. Это и вновь созданная Объединенная Коммунистическая партия, которую возглавляет Николай Викторович Плотников. Это и Коммунисты России, это и Левый фронт, это и Советский центр. Те люди, которые приходили сюда, без разницы сейчас уже, под флагом КПРФ или под иными флагами, этих же левых социалистических движений, они традиционно встречаются, обмениваются последними новостями из личной жизни, из общественной жизни. А также мы договариваемся о дальнейшем сотрудничестве на будущее. И самое главное, что традиция сохраняется, остается, организации меняются, партии меняются, название партии меняется, а люди остаются. Коммунисты подмели дорожки, собрали мусор, сгребли старую траву. И все это плечом к плечу, но не на политической арене, а на поле битвы во имя чистоты и популяризации мемориалов советского прошлого. Наталья Раманова, Денис Денисов, РТВ Иванова.